Девушки отдыхают Мальчишки того времени, когда полетел Юрий Алексеевич Гагарин в космос, я, конечно же, мечтал тоже побывать в космосе. Поехали! Когда я была маленькая, рисовала для себя будущее, что я буду милиционером, как шарапу буду ловить бандитов. Как видим, детские мечты ни у кого не сбылись. Но в реальной жизни все оказалось гораздо интереснее. Я сейчас работаю на предприятии у бабушкина крылька, изготовителем мороженого. Пришла на молочный кабинет и стала приемщиком молока. Маслоцеху, маслоделом. Сейчас я работаю водителем на бабушкиной крыльке. В детстве я мечтал стать капитаном дальнего плавания. Ну и, как видите, мечта моя сбылась. То есть я стал капитаном. Только не корабля, который на море, а тот корабль, который сегодня на суше. То есть холдинга. Могилевская молочная компания. Первая молочная компания страны – холдинг «Бабушкина крылька». Крупнейшее предприятие по производству молочной продукции. Наш бренд – один из самых успешных и известных в Беларуси и СНГ. В последние годы компания стала лидером в производстве натуральной молочной продукции. Наша доля рынка растет не только на территории Республики Беларусь, но и далеко за ее пределами. В структуру первого молочного холдинга входят ОАО «Бабушкина крылька». Это управляющая компания всего холдинга. 15 производственных филиалов. И сельскохозяйственное предприятие в Хотимском районе. ОАО «Бабушкина подворье». Мы первое производство с объемом переработки молока 1 миллион тонн в год. В основе нашей стратегии – натуральное сырье. Новейшие технологии и международные стандарты качества. Но самое главное – бережное отношение к продукту. И традиции работы с молоком, насчитывающие сотни лет. Мы полностью контролируем процесс производства молока и молочных продуктов. Наша сырьевая зона постоянно увеличивается. Сегодня молочные потоки охватывают более 80% объема молока, производимого в Могилевской области. Это практически все районы Могилевской области. 17 из 21. 2750 тонн. Столько груза может взять на борт самая мощная в мире баржа. Столько весит подъезд средней пятиэтажки со всеми жителями. И именно столько молока мы перерабатываем в сутки. 2750 тонн. При этом основной производственной площадкой является головная в Могилеве, которая способна принять более 1800 тонн молока в сутки. Из него мы сегодня производим все возможные виды молочных продуктов. Ассортимент холдинга увеличился в десятки раз и теперь насчитывает более 380 наименований. Мы инвестировали и продолжаем вкладывать в модернизацию каждый заработанный рубль. Благодаря чему бабушкина крынка развивается и расширяет возможности. Это аппаратный участок. Главное звено производственной цепи. Здесь установлены две новые линии пастеризации молока фирмы Обрам. Производительностью 25 тонн в час. В комплект установки входят Сепаратор молокоочиститель Бактофуга для глубокой очистки от посторонней микрофлоры Далее дайратор для очистки от посторонних запахов Гомогенизатор, позволяющий улучшить качество готового продукта А вот наша уникальная линия розлива жидких молочных продуктов. Мы используем экологически чистую упаковку Эколин. На белорусском рынке компания «Бабушкина крынка» первой применила этот необычный кувшин. Белорусского покупателя считают консервативным, но эту новинку он оценил. И теперь такая упаковка – наша визитная карточка. Кувшин Эколин создан из экологически чистых материалов и позволяет продлить сроки хранения продукта почти вдвое. А своей формой возвращает покупателей к истокам – в детство, когда из глиняной крынки бабушка в деревне угощала нас свежим молоком. Сохранить радость, знакомую нам с юных лет, применяя новейшие технологии, стремится каждый сотрудник бабушкиной крынки. Мы прекрасно помним, как бабушка этот творожок производила, тоже маслица взбивала и прочее. То есть это, безусловно, натуральность и гарантированность качества продукта. Запах парного молока, вкус этого парного молока, таких вкусных блинов и вкусной сметаны, кажется, никогда в жизни не бывает, как было в детстве в доме у бабушки. Бабушка у всех ассоциируется с теплотой, с традицией, с добротой. И поэтому мы выбрали как бы издавна такой, как логотип бабушка. Бабушка на крынке – это забота, теплота, которую мы дарим людям. Тот самый вкус мы стремимся сохранить во всех видах молочных продуктов. Наш творог деревенский известен не только в Белоруссии, но и в соседних регионах России. Натуральность продукта, отсутствие добавок, герметичная упаковка. Все это позволяет сохранить качество и вкус творога деревенский. Все как у наших бабушек. Мы помним и чтим их рецепты. Творог деревенский, зерненый творог и другие виды творожных масс мы производим на новейшем оборудовании. Раньше существенную долю в процессе выпуска творога составлял ручной труд. Теперь все автоматизировано. Ноу-хау исключают контакт продукта с человеком, экономят энергоресурсы, повышают эффективность производства, а главное – гарантируют высокое качество продукции. Натуральное сырье и отлаженный процесс производства. Это важно, но недостаточно, чтобы завоевать сердца покупателей. Еще один ход с упаковкой, которым мы удивили. С советских времен наш потребитель привык к фасовке масла прямоугольной формы. Но бабушкина крынка освоила новый брусок по европейской технологии. Аналогов такой упаковки в Белоруссии нет. А к такой упаковке молока и кефира привыкли наши юные покупатели. Мы первыми в регионе освоили выпуск детских молочных продуктов. Они создаются только из сырья сорта «Экстра». Контроль качества ведется круглосуточно. Высота этого цеха более 30 метров. Здесь мы производим сухие молочные продукты, важную составляющую экспорта холдинга «Бабушкина крынка». Проведена полная модернизация, что позволило увеличить объемы производства и получить на выходе продукт безупречного качества. Сегодня наши сухие молочные продукты известны по всему миру. От Сингапура до Венесуэлы. «Бабушкина крынка» – одна из первых компаний молочной отрасли Белоруссии, где освоили глубокую переработку молока. Сгущение сыворотки с применением современных технологий – от вакуум-выпорной установки до кристаллизации и сушки. «Линия» позволила решить не только экологические проблемы, характерные для регионов переработки молока, но и открыть новую статью дохода. Продукт пользуется спросом среди крупнейших кондитерских компаний. Наша компания выпускает сладкие молочные продукты, которые без сомнения не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. В основе нашего мороженого только натуральное молоко и сливки. Поэтому наше сладкое лакомство отличается необыкновенным вкусом. Для продвижения продукта мы выбрали озорную марку «Веселые внучата». Мои внуки любят пошутить, что моя бабушка с бабушкиной крынки, особенно когда держит мороженое в руке. Все производственные цеха и участки оборудованы станциями мойки фирмы «Обрам», которые обеспечивают автоматическую мойку и химическую дезинфекцию технологического оборудования в замкнутой системе СИП. Карта Могилевской области – это теперь карта бабушкиной крынки. Ведь у нас самая мощная среди молочных компаний страны – сеть филиалов. Каждый филиал задействован в выпуске молочной продукции, производство сыров, цельномолочной продукции, сухих молочных продуктов. Однако трудно себе представить отлаженную работу филиалов без полной модернизации производственных площадей. Мы занимаемся тем, чтобы провести модернизацию именно наших филиалов полную и расширяем сырьевую зону для того, чтобы производство молока у нас увеличивалось и больше сырья поступало на предприятия нашего холдинга. Давайте отправимся на короткую экскурсию по нашим филиалам. Это филиал «Белынический», где был создан сыродельный завод мощностью 20 тонн в сутки. Всего на филиале выпускают более 20 видов сыров. Кроме традиционных, таких как российский молодой, сибирский, белая Русь, также производим и элитные виды – пармезан, гройцер, экстрер. Рандомер, премьер. Система менеджмента качества производства и хранения сыров отвечает международным стандартам. Проект превзошел все ожидания. Окупаемость проекта в Белыничах составила всего лишь 18 месяцев. А это Чаусы – городок на 10 тысяч жителей. На филиале выпускают сыры, сухое обезжиренное молоко и сухую подсырную сыворотку – наш важный экспортный товар. С целью увеличения производительности вакуум-выпорной установки при сгущении сыворотки на филиале установлена современная установка обратного осмоса. У проходной нашего филиала в Славгороде вас встречают крымки, символизирующие традиции создания молочной продукции. Филиал «Славгородский» полностью оборудован и модернизирован. Здесь мы установили новую линию по производству сыров, автомат по нарезке головок сыра на сектора и установку обратного осмоса для сгущения сыворотки. Автоматическая модульная котельная «Ферролли». Ее преимущество – экономия энергоресурсов почти в два раза. На филиал «Быховский» поступает сырье из 11 хозяйств, а это около 130 тонн молока в сутки, которые направляются на производство сливочного масла, сухого молока и сухой сыворотки. Филиал «Осиповический» – второе по производственной мощности предприятие молочного холдинга. Его визитная карточка – глазированные сырки «Веселые внучата». Удовольствие для маленьких и не только юных сладкоежек. Основной компонент массы для производства сырков – это творог нежной консистенции. Здесь мы также производим сыр и сухие молочные продукты. В «Осиповичах» проведена модернизация, установлена новая сырная линия. Сушильная установка производительностью 1 тонна готового продукта в час. Второй по величине город-региона – Бобруйск. Здесь «Бабушкина Крынка» производит весь ассортимент цельномолочной продукции – молоко, кефир, творог, сметану, йогурты. На филиале планируется грандиозная модернизация – установка новой творожной линии для расширения ассортимента творожных продуктов. Каждый филиал будет развиваться согласно той программе, которая нами утверждена и составлена. Там, где это сырное производство, это будут сыры. Там, где на сегодняшний день, это цельномолочная продукция, это цельномолочная продукция. Филиал «Костюковичский» принимает от 140 тонн до 150 тонн молока в сутки и направляет все молочное сырье на переработку на головную площадку в Могилев с собственным транспортом. Сегодня этот филиал принимает молоко от хозяйств, но вскоре на его территории будет работать и новый цех по производству гофротары. Филиал не только создаст дополнительные рабочие места, но и сможет обеспечить гофротарой все предприятия холдинга. Новое развитие получил и филиал «Кировский», где организовано швейное производство рабочей одежды для всех сотрудников холдинга. Произведен ремонт помещений будущего швейного цеха. Закуплены современные швейные машины. Осуществляется поставка тканей. Созданы новые рабочие места. Мы гордимся также работой наших филиалов в Круглом, Кличеве, Кричеве, Черикове, Краснополье, Глузке. На каждом филиале молочной компании есть специализированный транспорт, который осуществляет сбор молока в районах и поставку на производство. Модернизация затронула и сельхозпредприятия компании «Бабушкино подворье». Здесь построены два новых молочно-товарных комплекса. Отремонтирована ферма. Закуплена новая уборочная техника. Лабораторное оборудование. Чтобы гарантировать покупателю качество, необходимо тщательно отслеживать и поступающее сырье, и готовую продукцию. Современная лаборатория позволяет производить контроль по 20 показателям качества и безопасности. В молочном холдинге «Бабушкино крынка» внедрены и действуют все международные системы менеджмента. Система менеджмента качества ISO 9001. Система менеджмента безопасности пищевых продуктов СТБ ISO 22000. Система управления окружающей средой СТБ ISO 14001. Система управления охраной труда СТБ 18001. Компания «Бабушкино крынка» – первая в Республике Беларусь сертифицирована европейским органом по сертификации LST-CERT. Мы получили европейские сертификаты системы менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов. Хранение готового продукта осуществляется на складе готовой продукции, где строго поддерживаются необходимые температурно-влажностные режимы хранения. Оценка компании независимыми экспертами – это важно. Но также важно отношение каждого сотрудника к труду. Нам удалось создать идеальный микроклимат в коллективе, а он формирует и отношение к продукции «Бабушкино крынке». Я когда слышу «Бабушкино крынка», это стырится, как с домом, с теплом, с лаской. Человек – это есть человек, а машина – есть машина. Человек все это сделает душой, а машина как сделает? Как же программирует, так она и делает. Философия отношения к труду бабушки, к тому продукту, который она делает для себя, для своей семьи, и стала философией корпорации. Доставка сырья и готовой продукции в компании осуществляется собственным транспортом. Автопарк – это еще одна гордость молочного холдинга. Мы регулярно приобретаем новые молоковозы, автомобили, оборудованные изотермическими кузовами, 20-тонные поезда. Сегодня количество единиц автотранспорта компании составляет более 500. Увеличивая производственные мощности, мы не забываем и о вспомогательных объектах. Так, в 2012 году был построен и оборудован новый материальный склад для хранения припасов и материалов площадью 1000 квадратных метров. Создаются складские мощности в регионах. Мы уже рассказывали вам, насколько тепло и бережно относимся к нашим брендам. Бабушкина Крынка – основной бренд молочной компании. Это традиционные молочные продукты. Бренд занимает третье место в рейтинге Белбренд – международного агентства MPP Consulting. Также покупателям хорошо знакомы веселые внучата – сладкие молочные продукты для всей семьи. Калиласка – торговая марка особого зерненого творога. Первые места стали привычными для компании Бабушкина Крынка. Две премии правительства Беларуси, премии СНГ, премии стран Центральной и Восточной Европы. Лидирующие позиции в конкурсах «Бренд года», «Энергия успеха», «Выбор года». Триумфатор международных выставок за рубежом, таких как ProDexpo в Москве и Украине. Мы – единственная белорусская компания, победившая в международном конкурсе «Европейское качество» в 2013 году. Особым событием в 2013 году стало вручение директору холдинга Игорю Конончуку президентом Беларуси Ордена Отечества Третьей степени. Так оценен вклад руководителя и всей компании в развитие национальной экономики. Продукция холдинга «Могилевская молочная компания Бабушкина Крынка» поставляется во все регионы Республики Беларусь. Кроме этого, большой процент составляет экспорт продукции в Россию, Украину, Казахстан, Литву, Молдову, Германию, Китай и страны Средней Азии. Наше сухое молоко продается практически на всех континентах – в Польше, Франции, Египте, Сингапуре, Венесуэле, на Филиппинах. Экспортные позиции «Бабушкиной Крынки» держатся на трех китах – натуральное сырье, современные технологии и разумная цена. Корпоративная культура, построенная командой менеджеров во главе с Игорем Конончуком, позволила многократно увеличить валютную выручку холдинга. За 10 лет предприятие очень сильно изменилось. В цехах поменялось оборудование. Ассортимент наш вырос. Мы шагнули не только в Беларуси, наша идет продукция, но идет далеко за рубеж. «Бабушкина Крынка» преобразовалась в холдинг, объединила вокруг себя более мелкие, отстающие предприятия. Холдинг «Бабушкина Крынка» – социально ответственная компания. Мы стремимся внести вклад в развитие общества в экономической, экологической и социальных сферах. Соцпакет для работников компании – один из самых весомых в отрасли. В него входят надбавки, премии, корпоративные праздники, предоставление общежития, санаторно-курортное лечение – как для сотрудников, так и для их детей. А в канун Нового года мы традиционно напоминаем могилевчанам и гостям города, что чудеса еще случаются. В эти дни в нашем снежном городке проводятся новогодние представления. Их радость хорошо знакома нам с детства, как и вкус молочных продуктов. И мы стремимся поделиться им со всеми миром. Хочешь насмешить Всевышнего? Расскажи о своих планах. Но сотрудники «Бабушкиной Крынки» – это команда мечтателей, которая не боится ставить амбициозные цели. Через 30 лет «Бабушкина Крынка» откроет фирменный магазин недалеко от Эйфелевой башни. И все красавицы Парижа будут стоять в очередь за нашей вкусной, полезной, здоровой продукцией. Я думаю, что в будущем времени мы будем приезжать сюда не на автобусе, а на вертолете, на нашу любимую «Бабушкину Крынку». Сейчас на работе приходится очень много заполнять бумаги, писать, очень много ведется журналов. Я думаю, что через 30 лет это все исчезнет. Возможно, в 2044 году состоится Олимпиада в городе Могилеве, и главным спонсором будет как раз именно Могилевская молочная компания «Холдинг Бабушкина Крынка». Сбудутся эти планы или будет как-то по-другому? Время покажет. Но можно быть уверенным, благодаря любви к профессии и самоотверженному труду, первый в стране молочный холдинг «Бабушкина Крынка» продолжит покорять все новые вершины.